Дядя Поля Дядя Коля с теплотой по-отцовски осматривает старинное оборудование для просмотра фильмов. Помнит каждый винтик и каждую кнопку. Еще бы! С этим клубом у него связана вся жизнь. Он пришел сюда еще мальчишкой, сразу после школы. Мы ездили на передвижке вперед. Обслужили мы мостовую, сельдь, Карлинск и Лаишку. Это 1947-1948 годы. Я закончил школу, как бы я на практике тогда еще был, обслужили вот эти селы. В далекие 40-е годы здание сельского клуба было в ужасном состоянии. Крыша давно прохудилась, полы сгнили, а отопления не было и вовсе. Клуб в 1947-1948 годы, он весь развальный был, колхозный клуб был. Тут колхоз был, у них денег не было для того, чтобы установить ее полностью. Он, две печки было, круглые печки, утоплялись дровами. И здесь скамейки, вот весь, вся мебель и все утоплено, это было вот это. А когда я вот принял его, ну лет пять я работал киномехаником здесь. А потом я вот принял клуб и начал ее полностью восстанавливать. Чтобы превратить старое здание в место, где бы жизнь кипела круглые сутки, понадобился не один год. Николаю Никифоровичу пришлось побывать и организатором, и снабженцем, и рабочим, и киномехаником. Фильмы привозил я, очень популярные. В городе художки пройдет, после художки почти я брал этот фильм. У меня не помешалось, зрители не помешали, на улице стояли. Вот сколько народу ходил туда. Труды дяди Коли не пропали. В 90-х, в годы полной разрухи, и сам клуб пришел в упадок. Был признан аварийным. Дело в свои руки взял тост Мостовая Слобода. Местные жители своими силами и средствами отремонтировали клуб. Открытие они отпраздновали концертом. Жители признаются, клуб – это их душа, а дядя Коля – душа клуба. Это и станет отличной площадкой для встреч, проведения досуга и, конечно, просмотра фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok